Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня у нас кинематографическая программа, потому что у нас в гостях кинорежиссер, член Союза кинематографистов и Союза журналистов Российской Федерации. Тут мы, кстати, коллеги, я тоже член Союза журналистов, тихонечко сказал. Говорят премии правительства Российской Федерации за вклад в развитие культуры и искусства. Владимир Владимирович Панжев. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Здравствуйте, дорогие друзья. Начнем с того, конечно, будем говорить «Яролаш» и о ваших проектах, которые вы делаете, потому что более 100 сюжетов «Яролаши» и более 200 игровых и документальных кино- и видеофильмов. Это прям, наверное, все полки у вас, уж я не знаю, начинали на чем хранить, на ВХС, как раньше говорили. А теперь уже хранят в цифровых материалах. Ну, ВХС-ки давно посыпались, поэтому они все на помойке. И полки уже пустые, поскольку все в цифре. И достаточно совсем... Удобно. Да, да, да. Но, с другой стороны, было бы красиво, надписи, воспоминания. Ходят режиссеры, вспоминают. Ну, вы знаете, честно говоря, если ориентироваться на больших мастеров, то они, как правило, все говорят, что «Я не люблю пересматривать свои фильмы». Сделал и все. Да. Поскольку это какой-то этап, он прошел, и дальше нужно заниматься следующим этапом. А вот так вот сидеть погруженным в воспоминания... То есть не ностальгировать? Нет, нет. Это тупиковый способ развития. Хорошо. Ну, не могу не продолжить наш разговор с темой «Люберец», потому что все-таки вы здесь живете. И, ну, понятно, что такие замечательные вопросы. Как вам, Люберец, и так далее? Что вас связывает с Люберцем? Давайте так спросим. Ну, в общем, исторически просто у меня бабушка, дедушка жили здесь. Родители какое-то время жили здесь. Ну, и потом мне просто это место, мне оно нравится, потому что я пытался жить в разных местах, и в центре Москвы тоже какое-то долгое время жил. Ну, честно говоря, очень устал. Слишком много там неприятностей, отсутствие парковок. Давит что-то, да. А парковок, ну, все вместе. Воздуха нет. Сейчас я живу в гарнизоне. Это как вот живу, как в парке. Ну, лучше, может быть, только, наверное, в Измайловском районе. Там тоже как в парке живешь. Но там просто исторически меня ничего не держит. Поэтому, да. А здесь вы как дома. Да. Как дома. Я так понимаю, что режиссеру нужно пространство. Поэтому в центре Москвы, с одной стороны, вроде в центре, но с другой стороны давление. А здесь все-таки какое-никакое пространство. Вообще, что нужно сегодня кинорежиссеру? Самое основное. Вот именно в наше сегодняшнее время. Неожиданный такой заход. Да, прям глобальный вопрос. Если говорить о жизни, то, да, большинство современных режиссеров проживает все-таки за городом. Ну, это зависит от того, конечно, насколько благополучны эти люди. Но, как правило, это либо маленький, либо большой домик. И они там себе сидят. И по мере необходимости совершают поездки в центр. Так, чтобы жить в центре, честно говоря, по-моему, вообще не осталось. Ну, я член Союза, да, я знаю всех своих коллег. Поэтому в центре, ну, квартиры есть, но никто не живет. Там кто-то сдает, а кто-то просто... Но мемориальная доска будет там, скорее всего, через время. Вы знаете, навряд ли будет мемориальная доска. Ну, правда, не знаю, я все-таки лауреат премии правительства. Кто знает. Да, кто знает. Не знаю, честно, про это не думал. А что нужно, в принципе, кинорежиссеру, как любому профессионалу, естественно, в первую очередь нужно, чтобы работала индустрия. Вот, тогда в этой индустрии можно себя применить. Сейчас индустрии нет. Она развалена. Ну, так, не то чтобы прям совсем, но основательно развалена. Есть какие-то проекты, которые очень громко подаются, там, всячески рекламируются с пафосом. Да, вот у нас там чебурашка, у нас там то и сё. Но на самом деле это те единицы, которые, да, заявляют громко, но индустрия, она состоит не из единиц, а из конвейера. И если, ну, если брать там аналогии какие-то, да, ну, вот собрали там три машины, например, даже очень удачные, это не значит, что есть автопром. Да. Вот, тут, я думаю, всем понятно. Хотя у нас даже на конвейере умудрялись иногда что-то вручную дособирать. Ну, это да. Это тоже было. Надо сказать, что при Советском Союзе всё-таки киноиндустрия работала, это, ну, гораздо лучше, чем автопром. И это был, ну, такой пример прям действительно хорошо работающей отрасли, потому что те прибыли, которые приносило кино, оно прям только водка давало больше. Потому что сама структура, не только производство, но и кинопроката, она была устроена так, что в каждой деревне была кинопередвижка, там, ну... Приезжали. Да, и везде просто люди смотрели кино везде и несли свою копеечку, да, там дети 10 копеечек. В чём последнюю иногда несли, да. Да, там дети 10, взрослые 20 копеечек, да. Но это складывалось действительно в миллионы. И поэтому покрытие вот кинопрокатом СССР было колоссальным. Оно было прям по-настоящему индустриальным. Сейчас, ну, любой желающий может вот набрать в поисковике, сколько у нас кинотеатров в России и убедиться, да, там будет написано 1500, из них в скобочках современных около 900. И это на великую страну. На огромную. Да. Знаете, сколько в маленькой Белоруссии кинотеатров? Сколько? 3,5 тысячи. Вот. Понимаете? И когда ты понимаешь вот эти цифры, да, понимаешь, насколько всё, ну, в каком-то, ну, просто бесхозном совершенно состоянии. Но при этом, как вы сказали по поводу водки, да, о хлебе и зрелище лозунг же по-прежнему работает. Потому что мы смотрим за попытками, иногда потугами, уж простите за такое слово, телевидение, которое как бы пытается доказать, что нет-нет, интернет отдельно, мы отдельно будем показывать развлекательные программы и сериалы, уровень которых почему-то на каком-то этапе всё ниже-ниже. Всё, что более-менее, ну, на мой взгляд, да, похоже на сериалы, не будем сравнивать даже с западными, оно находится на всяких площадках, на которые люди должны подписаться. И то не факт, что ты попадёшь на хорошее кино. То есть, чтобы плавно всё-таки перейти к вам, последний такой вопрос глобальный, пойдём уже по вашему, по вашей фамилии в кино. Скажите, вот и Чебурашко, и все эти проекты «Бременские музыканты», вот есть такое ощущение вторичности какой-то, которая, да, делается на новом уровне, с новыми возможностями, но хочется ли сегодня пойти в кино, подумать там, вернее, и посмеяться по-настоящему, или, может быть, я уже немножко из другой оперы? Ну, вы знаете, поскольку я 30 лет снимал киножурнал «Яролаш», я старейший, наверное, детский режиссёр, старше был только Нечаев, который снимал «Буратино», если вы помните, да? Сейчас я старейший, извините. Мудрейший, мудрейший. Вряд ли мудрейший, но старейший точно. Вот, поэтому я могу сказать, что, во-первых, снимать смешное чрезвычайно трудно, а так, чтобы это было и смешно, и поучительно, и запоминалось, это вообще довольно сложная задача, с ней трудно справиться. И надо сказать, что беда современного менеджмента в кинематографии – это вот те самые эффективные менеджеры, да, продюсеры – это люди, ну, можно скажу прямо, узколобые, потому что им кажется, что можно взять какое-нибудь старое кино «Кавказскую пленницу», которое имело бешеный успех, сделать то же самое название, прибавить цифру «2», «Кавказская пленница 2», переснять с другими артистами, но то же самое, и эти люди надеются на успех. Ну, я даже не знаю, учились ли они где-нибудь и чему-нибудь, потому что это, ну, буквально, как в старом анекдоте, у меня есть любимый режиссерский анекдот, когда встречается режиссер и продюсер, да, и продюсер говорит, я вот посмотрел отснятый материал, вот мне кажется, надо что-то обсудить, режиссер говорит, ну, давайте, да, конечно. Вот вы знаете, там у вас в одном месте, нужно вот поменять вот тут вот это вот с этим, режиссер говорит, вы знаете, у меня тогда будет как у Чарли Чаплина, не волнуйтесь, как у Чарли Чаплина у вас не будет. Поэтому вот все вот эти потуги, как у Гайдая, у вас не будет. Никогда практически. Никогда. Поэтому сама утопическая идея, она, ну, даже не по второму, вот знаете, как в шахматах, да, с надеждой на вторую, нет, она даже не выдерживает критики первого хода. То есть первый ход сразу провал. Вот, поэтому, ну, что тут я могу обсуждать? Ну, это же уже почти десятилетие происходит. Да, да. И преподносится, причем актеры, которые как бы в тренде, такое ощущение, что у нас 5-6 актеров, мужчин, ну, и там пяток женщин. И, собственно говоря, они все играют всех. Конечно, это опять те самые эффективные менеджеры. Вот он уже раскрученный, мы его возьмем... Переоденем, да. Да, переоденем, да, это Гоша Куценко в роли Гоши Куценко, да. Вот. И он сыграет нам... Вот он уже играл, он сыграет так же. И будет у нас такой же успех. То есть все время у нас будет такой же, как там. Но не бывает такой же, как там. Потому что нужно всегда мозги включать и думать, что ты сделаешь свое. Придумать свое, да. Конечно. Вот тут сразу же во второй части мы поговорим о вашем сегодняшнем бытие режиссерском, потому что проекта много. Но все-таки давайте мы темы «Яролаша» чуть-чуть коснемся, потому что даже сегодня гуляешь по телевизионным каналам, есть один канал, который почти каждый вечер прямо целыми пачками показывает «Яролаш». И самое любопытное, на мой взгляд, ведь там явно время другое, цвет пленки другой. Но ты забываешь о том, что это совсем время... Ну, те проблемы, которые были, он так сделан иногда, что как про сегодняшнее. Вот для вас что все-таки «Яролаш»? Это удачно, как говорится, в ту дверь вошли, как сейчас говорят, или это как бы такая школа, тренировка, которая превратилась уже в профессию и много вам дают сейчас? Ну, вы знаете, если говорить о том, как исторически сложилось, что я 30 лет снимал «Яролаш», то нас... Только не говорите, что это случайность. Нет, конечно, это не случайность. Это закономерность, на самом деле, и мой осознанный выбор, потому что я закончил в ГИК, режиссерский факультет, в 90-м году. Тогда тоже был полный развал, ну, может быть... Масштабный. Масштабнее, он был чуть-чуть другой, но там были какие-то очень такие надежды большие. Потому что все... Новое. Да, все бегали. Вот мы все там на параллельном курсе учился. Федя Бондарчук со мной, там Киас Аян. И мы все снимали клипы. Ну, там, разным исполнителям. Это все было новое, это было все такое интересное. Никто этого раньше не делал. Там Федя снимал Ветлицкой, я снимал Роме Жукову клипы. А какой Роме Жукову снимал клип? Не помните, как называется клип-то? Ну, многие там... А, целые. Да, да. Витя Рыбину... Так он у нас еще клип-мейкер. Да, Витя Рыбину, Дюни. Я снимал практически все его клипы. И Наташа Сенчукова до кучи тоже там парочку клипов. Перепало. Да, да, да. То есть это все было, ну, прямо такое кипело. Да, мы были молодые, все это было так интересно. Реклама потом пошла, тоже новое совершенно дело. Никто этим не занимался. Тоже все так... Ну, это все на уровне исследования. Все такого погружения. А можно и так, а можно и вот так. Это было все очень здорово и интересно. И туда начинали вкладывать деньги. Это были деньги не государственные, естественно. Это были деньги каких-то частных инвесторов. Поэтому мы входили в этот рынок. Ну, то есть это было все очень новое и интересное. Но, получив диплом, а я снял на диплом полнометражный игровой фильм «Яд Скорпиона». Он есть в сети, его, правда, довольно трудно найти, но при желании можно. Вот. Естественно, надеяться на прокат было совершенно невозможно. Проката не было. Его там купил какой-то частный американский киноклуб и показывал по каким-то там, не знаю, подвалам в США. Ну, зато в США тогда это было модно. Да. Ну, они показывали это, наверное, с такой тоже научно-популярной целью, что вот какое состояние кино сейчас в Советском Союзе. Вот. Наверное, так, я не знаю. Короче говоря, и перспектива. Либо заниматься, вот продолжать клипмейкерством, там, уходить в рекламу, либо сидеть, ждать, пока мне будут предлагать какие-то полнометражные фильмы, снимать их, и никто их не увидит. Ну, потому что это реально. В пустоту, да? Да, просто в пустоту. Либо найти какую-то нишу, где действительно мне будет не стыдно за то, что я делаю, я буду получать удовольствие, и это будет находить своего зрителя, широкого зрителя. Потому что любому режиссёру важно, чтобы зритель не там не три человека, а чтобы многие люди это видели. И поэтому моя однокурсница тогда, Наташа Иванова, она сказала, Володь, ты такой прикольный, там, весёлый, давай я тебя с Грачевским познакомлю. А она была барышней хорошенькой, поэтому Грачевский не пропускал хорошеньких барышней. Это мы знаем, да. Вот. Поэтому она имела вход к нему. Соответственно, она меня привела, сказала, Борь, вот. Хороший парень. Хороший парень. Снял игровое кино на диплом. Боря посмотрел пять минут, сказал, ну, я всё смотреть не стану, но видно, что снимать умеешь. Давай, прямо сразу я тебе дам сюжет, вот сценарий, давай приноси режиссёрский сценарий, будешь снимать. Я там через неделю принёс. Это был мой первый сюжет 90-го года, называется «Дай закурить». Там снимался ещё совсем молодой Володя Сычёв, ему было 15 лет. Это, ну, физрук. Да, да, да. Нет, псих-псих в этом физруке Вова Сычёв, да? Ну, мы именем, название, да. Да, вот. И Сашка Лоя, ему тогда было 6 лет, это был вообще первый его сюжет. А вы первый режиссёр, получается, для него. Да, да, да. И он после этого так стал набирать-набирать и стал довольно известным. Вот так начинался Яралаш, ваш Яралаш. Да, да, да. Вот здесь мы сейчас сделаем паузу, напомню, что у нас в гостях Владимир Владимирович Панжев, который начинал с Яралаши, но и, хотя снял первое своё собственное кино, дипломную работу, всё-таки никто же вас не отберёт никогда, это ваша первая. Вот, о том, как была жизнь Яралаши и чем занимается наш гость, живущий в Люберцах сегодня в эти дни, мы поговорим о второй части нашей программы. Дождитесь продолжения. Напомню, что эта программа «Открытый диалог» у нас в гостях Владимир Владимирович Панжев, кинорежиссёр, член Союза кинематографистов и Союза журналистов, Российская Федерация, лауреат премий правительства Российской Федерации за вклад в развитие культуры и искусства. Это премия очень серьёзная, скажем откровенно. Человек, который, кстати, окончил архитектурный сначала, то есть вы архитектор, вы можете сказать, ага, это дом из эпохи Рококо, да? Ну, в основном барокко, да. Это мебель иногда, Рококо попадается, а в России в основном барокко. Да, архитектурное образование, конечно, многих архитекторов сделало кинорежиссёрами, начиная там от Феллини до Нелия, да, потому что действительно очень сильно помогает, потому что если ты там пять лет изучаешь историю искусств, если у тебя рисунок, живопись, скульптура – это регулярные какие-то предметы, и ты этим занимаешься, да, это очень хорошо образовывает. Кроме того, в отличие там просто, скажем, от людей, которые занимаются живописью, у архитекторов очень хорошее пространственное мышление. А вот в кино и на телевидении там организация пространства занимает, ну, очень важное место, потому что съёмочная площадка и вообще, как это будет выглядеть на экране композиционно, это очень важная составляющая. – То есть у вас как бы есть дополнительный третий глаз такой архитекторный? – Да, да, конечно. И легко разговаривать там с художниками, с операторами. Кстати, вот операторы, с которыми я часто работал и работаю, там, ну, тот же Толя Петрига, очень заслуженный оператор, он тоже бывший архитектор. И нам очень легко находить язык, потому что мы понимаем, как какую-то, ну, скажем, не очень удобную конструкцию в жизни превратить в привлекательную на экране. – Ну, то есть вы можете в голове своей прям нарисовать все проекции, все лучи, расставить все эпюры, как это в начертательной геометрии называется. – Да, 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 совершенно верно. Поэтому это очень сильно помогает. И, скажем, ну, вот я знаю архитекторов, которые там пришли из артистов, из музыкантов. Вот им видно, вот видно, как им трудно. Скажем, бывшие актеры, они легче работают с актерами на площадке. Ну, просто, да, рыбак-рыбака. Но вот когда перекос вот этот в сторону актерства, он часто дает, конечно, такую медвежью услугу, потому что актер – это, ну, всего лишь фигура на экране. Она важная, ключевая, но она должна всегда находиться в гармонии с окружающим пространством. – Все это называется архитектура кино? – Да. – Где внутри и сценарий, и режиссер? – Да, 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 совершенно верно. – Вот так вот. Ну, возвращаемся к Ироланшу, все-таки никуда мы не денемся. Итак, вы пообщались, сняли первый сюжет и показали его Грачевскому. – Да. – Что он сказал? – Ну, надо сказать, что не Грачевскому я показал. Это был 90-й год, и тогда Грачевский был директором, то есть он имел право нанимать людей, а художественным руководителем принимал работу, конечно, гениальный Хмелик. Хмелик – это главный редактор киностудии имени Горького. – Да, но его фамилия у нас отпечаталась уже, Иролаша. – Да, совершенно верно. И он еще пять лет до смерти, он был художественным руководителем, поэтому, собственно, вот эта манера подачи, юмора, вообще всего, вот как выглядит Яролаш на экране, это, в общем, плод его работы как художественного руководителя. Грачевский на тот момент, я повторяю, был директором, он больше занимался финансами и администрацией. После смерти Хмелика, да, эти функции перешли уже к Борису. И, надо сказать, он, конечно, с этим справлялся замечательно, потому что он действительно, да, он очень талантливый человек, и у него с юмором все в порядке, ну, и вкус. Правда, иногда подводил, но дело в том, что в те годы, вот после смерти Хмелика, у нас были такими коллегиальными, потому что мы собирались, мы обсуждали общие работы, ну, в основном там собирались, да, это Симеон Морозов, вы его знаете, это замечательный актер и режиссер, да, 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 это вот Семь невест Ефреда Разбруева, да, ну, это замечательный человек и хороший режиссер. Вот мы собирались, мы обсуждали. То есть командная работа. Да, командная работа. Поэтому вот все вот эти годы золотые, начиная там от 90-х, заканчивая там 2000, каким-нибудь там 13-14 годом, это все вот самые лучшие с точки зрения производства и воплощения каких-то интересных идей, потому что, да, мы обсуждали, мы находили, там очень много каких-то новаций было на самом деле, которые трудно применить в большом кино, потому что большое кино, оно растянуто на год. А тут пришла идея, и ты можешь ее воплотить прямо тут же. То есть большое кино надо уместить в очень маленький формат. И не сделать его маленьким кино, а постараться сделать все-таки большим. Конечно. Это я забыл, кто сказал-то из наших поэтов, когда к нему обратилось руководство и сказали, напиши, пожалуйста, четверостишье к какому-то юбилею. Он сказал, хорошо, я попробую, потом проходит время, его спрашивают, ты написал? Он говорит, нет, не написал. А что, ну трудно, что ли, четверостишье написать? А он так вспылил, говорит, вы что, думаете, маленькие часики собрать легче, чем большие? Поэтому вот здесь это показательно. Маленький фильм собрать ничуть не легче, чем большой. Тут нужно очень хорошо думать. И нет дистанции для ошибки. Если там в большом кино, благодаря дистанции, ты, если где-то ошибся, у тебя на следующем этапе есть возможность чуть-чуть исправиться, да? Объяснить. Да. А здесь нет возможности, оно поэтому и короткое. Здесь все должно быть максимально точно. Ну вот, завершая тему Яралаша, все-таки 100 сюжетов, да, можно так сказать, да, все-таки это, ну, целое такое портфолио, как сейчас говорят, да, огромное. Если подытожить, что Яралаш дал вам для дальнейшей работы, тем более вы же уже параллельно там начинали. Ну вы знаете, что вот если бы я, ну, условно, снимал вот большое кино, о котором мечтают, ну, почти все... Полный метр. Да, полный метр. Кинорежиссеры. Ну, я знаю очень много хороших кинорежиссеров, которые сняли хорошее кино. Ну вот мы приходим куда-нибудь, да, и вот говорят, вот там вот такой-то, вот он снял такой-то фильм. Кто его видел? Ну, кто-то сделает, что, да, как бы, да, знакомый. Ну, может быть, там, из 500 человек там один скажет, я видел. А вот когда меня представляют, это вот режиссер, который снял 100 сюжетов Яралаши. Вот нет ни одного человека, который бы сказал, что это, кто это, что он. Все. Понимаете, вот, ну, и зачастую даже там руководство, да, там вот меня там в Думу, например, приглашают, ну, казалось бы, большие взрослые дяденьки. Когда им говорят, это вот Владимир Панжев, он режиссер Яралаш. Они... Можно с вами сфотографироваться? То есть на самом деле все люди, они как дети. Понимаете, когда они слышат что-то для себя знакомое, вот как ребенок, да, он радуется, когда он видит знакомое. Это буква А. Да, да, Л, да. Он радуется. Это буква Б. И он знает, что это такое, да. Да. И все взрослые люди, они как дети. Ой, а я знаю, а я тоже. Я смотрел, у меня любим. А вот у меня ваш сюжет очень любимый. Я прям люблю его смотреть. Поэтому это совершенно другое ощущение зрительского интереса. Никогда... Когда тебе не нужно объяснять, а я снимал такое кино, я хотел сказать. Ну, то есть ты что-то объясняешь. А здесь тебе вообще ничего не надо. Все все знают. Знак качества. Да, совершенно верно. И надо сказать, что Яралаш – это уникальное совершенно явление. Я даже диссертацию написал, да, которая так и называется, Яралаш – уникальное явление российского и мирового кинематографа. Ничего подобного в мире создано не было. И на протяжении 48 лет этот проект работал, ну, очень успешно. Ничего успешнее просто не было. Сейчас какой у вас главный проект? Что в ваших планах режиссерских? Вы знаете, сейчас, во-первых, мне уже достаточно много лет, поэтому сейчас вот моя генеральная задача – это дать возможность в основном подрастающему поколению научиться излагать свои мысли с помощью вот этого. Потому что это есть у каждого человека. И каждый пытается снять свое видео. Видео – это маленькое кино. Видосик, как сейчас говорят. Но если грамоте, я имею в виду буквам, словам, учат в школе, то грамоте снимать не учит никто. А это точно такая же грамота. То есть это такой же способ выражать свои мысли, как с помощью слов, так и с помощью видеоизображений. Абсолютно точно так же. Точно так же буквы складываются в слова, кадры складываются во фразы. Все то же самое. Но беда в том, что люди безграмотны. Снимают они как попало, что попало. И зачастую мысль там или теряется, или вообще коверкается. Поэтому вот сейчас я занят тем, что я организовываю киношколы, киномедиашколы. Где учите? Где пытаюсь учить. Но приходится учить, правда, не только детей, но и взрослых. Кинорежиссер, член Союза кинематографистов и Союза журналистов Российской Федерации. Ловляд премии правительства Российской Федерации за вклад в развитие культуры и искусства. Владимир Владимирович Панжев, который начинал как архитектор. Потом ему повезло, наверное, все-таки в жизни попасть в Яралаш. И с помощью Яралаша и собственного, конечно же, опыта он через огромное количество проектов, которые до сих пор работают, пришел к пониманию того, что нужно что-то делать с этими мобильниками. Верно? Да, совершенно верно. Спасибо вам большое. Приходите еще. Спасибо. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пеменко. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова